Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я со своим соведущим Каренчиком. Это мой говорящий попугайчик. Он иногда помогает мне снимать видео. Я посмотрела, что в комментариях сейчас очень много вопросов, куда пропал Каренчик, а почему ты сейчас его не снимаешь. Снимаю, вот он мой прекрасный попугайчик, все с ним в порядке. Просто, когда мы с ним снимаем видео, он очень часто пытается попробовать орхидейки на вкус. Поэтому частенько он сидит в клетке, когда я снимаю свои видео. Сегодня я хочу поговорить с вами об орхидейках, которые растут у меня именно в стеклянных вазочках, именно в амхе, потому что по поводу этих орхидей просто масса вопросов. Вот о чем я вам и говорила. Вот почему Каренчик не снимается часто в роликах, а за редким исключением. Ну, хороший! Садись на плечико, садись. Садись на плечико, и будем снимать видео. Давай. Давай, садись. Да, не возмущайся. Садись на плечико, и будем видео снимать. Нет? Нет? Любимый мой. Так, перейду к делу, а то что-то он меня отвлек, мой любимый мужчина. Да, очень много вопросов по поводу орхидеи именно в стеклянных вазочках в амхе. Как я их поливаю, как они растут, не гниют ли они, как они выдерживают именно зимний период, когда дома прохладно. Я могу сказать, что все с орхидейками замечательно. У меня дома именно что прохладно. Я живу в частном доме, и когда на улице мороз, у нас температура в помещении очень сильно падает, особенно ночью. Да, она может быть 18 градусов, 20 градусов. Да, конечно, критических температур нет, но все равно, да, она такая прям прохладненькая. И орхидейки отлично выдерживают ее в стекле, в амхе. Были, конечно, нелестные комментарии. Так, Карен, не кушать мои цветы. Нелестные комментарии, если честно, они меня удивляют. Я уже несколько лет показываю орхидейки именно в стеклянных вазочках, и в коре, и в керамзите, и сейчас вот в амхе. И я показываю, что годами орхидеи живут, и они не гниют. И люди умудряются, да, писать мне гадости. Поэтому, ну, хотя умудряются гадости писать по любому поводу, по поводу моей прически, моих ногтей, моих зубов. Но, вы знаете, мне, если честно, прям смешно по этому поводу, да, вообще выслушивать какие-либо комментарии, читать их, да, потому что я живой человек, и, естественно, я не идеальна. И, да, у меня может быть что-то там, что-то там кривое, косое, да, иногда не нравится там моя прическа, мой маникюр. Ну, извините, я такая, какая я есть. Я буду продолжать снимать видео, да, в таком виде, какая я есть. И ничего не изменится. Не могу я взять и измениться из-за того, что вам не нравится моя прическа, или вам не нравится мой маникюр. Мне нравится, я сама себя люблю, такую, какая я есть. Особенно поражают меня комментарии по поводу моих зубов. Вы знаете, отвечу, наверное, знаете, раз и навсегда. У меня здоровые зубы, да, они кривые. Я хотела поставить брекеты, но мне для того, чтобы поставить брекеты, нужно вытернуть целых 8 зубов, здоровых зубов. Ну, зачем оно мне нужно? Я лучше похожу с кривыми. Если я найду ортодонта, который мне скажет, что не нужно вырывать зубы, и можно будет, да, поставить брекеты, я обязательно их поставлю. Но я думаю, тогда найдутся другие люди, кто напишет, как фу, противно смотреть, что она с этими железками на зубах. И все в этом духе. Ну, ладно, отвлеклась я. Извините, мои дорогие, вот кто смотрит меня видео, да, бескорыстные, вам нравятся мои ролики. Простите меня за то, что, да, сейчас я вот немножечко так вот от темы ухожу. Ну, правда, это уже такое наболевшее. И каждый раз, вот знаете, одни и те же вот комментарии, они нелицеприятные. Ну, устала, устала я уже их читать, честное слово. Еще сегодня я скажу, что по поводу моей прически. Сегодня мне мою прическу сделал пятилетний сын. Поэтому только попробуйте мне написать, что прическа некрасивая. Я сразу буду таких блокировать. Ну, шутка, конечно, но все равно, ну, правда, ну, смешно. Так, давайте, все, отвлеклась я опять. Орхидейки в Амхе в стеклянных вазах. Растут они у меня замечательно. Сейчас я использую, знаете, необычный такой получается мох. Мох с фагнум от фирмы с фагнум эко. Мне очень нравится. Он чистый, он уже промытый, он уже обработанный, расфасованный и доставленный нам. Мне нравится именно... Именно сейчас вот в такой вот упаковочке хватает очень надолго. Вот, мне правда, очень нравится. И он в посадке начинает расти. У него пробуждаются макушечки, и он начинает расти. И когда я сажаю орхидейки, да и не только в такой мох, сразу же бурная реакция. Корни на него реагируют шикарно. Вот, посмотрите, совсем недавняя посадочка в бокал. Это было на моем канале, все это видели. Разросся, гляньте, как цветочек. И орхидейка тоже очень сильно разрослась. И я заметила, что она выпустила цветонос. Конечно, это счастье. И я решила сегодня снять для вас это видео, чтобы показать, как хорошо растут орхидейки во мхе и именно в стекле. И рассказать вам сегодня именно секретики, да, вот как сделать так, чтобы орхидея росла, чтобы не портились ее корни, чтобы она чувствовала себя прекрасно. На самом деле, да, все очень-очень просто. И кому нравятся такие посадки, вы сможете из себя дома точно так же выращивать свои прекрасные орхидейки. И вот одна из последних посадочек была также в стеклянную вазу. Этой посадки, наверное, меньше месяца. И я заметила, что корни, посмотрите, что творится с корнями. Они все пробудились, они все начали просто расти. И орхидея выпустила цветонос. Я, если честно, в шоке, потому что реакция просто мгновенная. Не знаю, как вам сейчас его будет, видно, не будет, потому что она немножечко, да, вот посажена, заглублена вот здесь вот под листиком. Вот он, цветоносик. Ну, я думаю, хорошо видно и корень, и цветонос. Вот такая вот мгновенная реакция на пересадку в стеклянную вазу в мох Асфагнум Эко. Ну, я думаю, что мох, конечно, выбрать можно, да, любой. Только главное, чтобы он был хорошего качества, чтобы вы увидите у себя такую же реакцию на орхидейках. В чем секрет? А секрет весь в том, что нужно хорошее освещение орхидеи, чтобы она успевала поглощать все количество воды, которую вы ей даете. Если в пасмурный день в любой посадке полить орхидею, да, она может загнить. Это часто такая, получается, проблема. Здесь же, да, я во мхе поливаю минимально, орхидея успевает и напиться, и мох еще и равномерно распределяет коренчик. Еще и мох равномерно распределяет влагу, и корни равномерно получают, получается, да, воду. И это прекрасно. Они чувствуют себя в таких посадках просто великолепно. То же самое, да, и вот эти вот двойняшечки. Немного меня тут отвлекли, у меня просто сейчас рабочие работают и делают мне трубы на газ. Засверлят дырки в доме и вставляют трубы на газ. Сегодня я вам все прям секретики рассказала. Вот, но суть не в этом. Меня отвлекли, но я продолжаю. О поливе, да, в таких вазочках. Если у вас будет хорошее освещение, нужно как раз таки утром взять, сделать пролив. Пролив должен быть минимальный. Но у меня здесь как раз орхидейки, которые уже требуют полива. Сейчас я полью орхидейки и покажу вам, как я это делаю. Для того, чтобы, да, вы дома смогли тоже выращивать орхидеи в таких вот стеклянных вазочках. Кстати, у меня есть, да, вот совсем взрослые посадочки. Здесь также орхидея в амхе, в бокале. Вот, кто-то у меня иногда спрашивает, вот листики нижние желтые. Но это у нас солнышко летом было очень яркое, да, и вот немного эти листики нижние есть, что немного припалило. Ну, а так вот орхидейки здоровые, орхидейки красивые, с богатой корневой системой. Вот такие вот они шикарные. Да, в бокалах в амхе. Все прекрасно, все шикарно, все цветет. Поэтому, если вам нравятся такие посадочки, я вам сегодня, да, вот как раз рассказываю, как я за ними ухаживаю. Хорошее освещение, досветка, если есть, поливаем в первой половине дня и поливаем минимально, чтобы вода не стояла. Да, кстати, под видео, где я сажала вот эту красотку, был комментарий, что, Ир, ну, вот гниет орхидея в амхе, ничего не могу с этим поделать. Я написала, что, скорее всего, вы переливаете, скорее всего, ваша орхидея стоит без просушек, все время влажная, поэтому загнивает корневая система. И там, да, следующий был комментарий о том, что, что за дурацкий совет, надо просто много дырочек, да, сделать классическую посадку, сделать много дырочек, и орхидея гнить не будет. Ну, не знаю, существует разная система посадки для орхидеи, и закрытая система, и открытая система, и грунты разнообразные. Зачем как-то брать и, ну, можно сказать, унижать мой труд, то, что я показываю, да, принижать, и говорить о том, что вот она ничего не умеет, она ничего не знает, вот она ерунду нам тут показывает, а нужно делать вот так. Заведите свой канал и показывайте, как делаете вы, вот, и я думаю, что кто захочет, будет смотреть вас. А если человек пришел и хочет научиться выращивать орхидеи в стеклянных вазочках, да, вот, в амхе, в керамзите, в коре, неважно, то он как раз-таки смотрит эти видео. Вот, не понимаю, зачем вы принижаете мой труд. Итак, я беру орхидейку, я вижу, что ее корни уже просохли, они серебряного цвета, и я делаю пролив. Все, как всегда, как и с любыми другими орхидейками, да, вот, лью не в одну точку, а по кругу, и наливаю так, чтобы немножечко стекла вода на уровень керамзита. Объем здесь такой немаленький, мох сейчас поднимет всю влагу и распределится, буквально через, если 40 минут, я сейчас посмотрю, вот этой водички на донышке уже не будет, мох ее впитает. Если вы полили орхидейку, и у вас, да, вот, вы смотрите, на следующий день вода есть, да, вот, мох не успел, не смог впитать в себя количество воды, и орхидея, собственно, то, значит, вы перебарщиваете с водой и наливаете, значит, водички меньше. Она должна вот за вот эти вот сутки, вот с утра, да, и до вечера впитать всю воду. Вода не должна вот здесь вот внизу стоять, мох должен ее распределить по всему периметру. И тогда, как раз-таки, да, вы будете избегать вот этого загнивания корневой системы. Потому что когда загнивает корневая система? Когда она стабильно, постоянно находится во влажном субстрате, и когда она не успевает поглощать то количество воды, которое вы ей даете. Вот от этого получается загнивание. Чтобы орхидейка больше впитывала в себя влаги и лучше росла, конечно же, ей для этого нужен свет. Поэтому, если у вас есть досветочка или, может, у вас какие-то большие окна, и вам хватает освещения, вот утром поливайте понемножку, проверяйте, что вот с вечера. И даже, знаете, вот если вечером у вас осталась вода, можете ее вообще слить. Вот, и все. И вам хватит такого полива вот во мхе, ну, наверное, на неделю, может быть, на две. Это зависит, конечно, от размера вашего, вашей вазочки, в которую вы посадили орхидейку. Опять же, следующий полив, как мы проверяем, как вот проверить, нужно поливать орхидею или нет. Опять же, мы взяли, вот смотрите, здесь хороший пример, вот я сейчас водички ливнула, и вот мх потемнел. А здесь он еще не пропитался, он светлый. Вот если вы взяли орхидейку, да, вот там через пять дней после полива, вы видите, что мх вот такой вот темный и корни еще зеленого цвета. Значит, поливать орхидейку рано. Когда вы взяли уже, там, допустим, прошло полтора недели, вы видите, что мх стал светлый и корни серебряного цвета. Значит, пора повторить процедуру точно так же. Да, с одной стороны подлить водичку и с другой стороны подлить водичку. Все. Опять же, мх потемнел, корни стали зеленые и до следующего полива. Вот в таких больших достаточно вазах я поливаю один раз в две недели. Вот после пересадки у этой орхидеи был всего лишь один полив, сейчас второй. А она уже с шикарной корневой системой и с цветоносами. Конечно, у вас ничего не получится, если вы в таких стеклянных вазочках в амхе начнете замачивать свои орхидеи. Да, как это привыкли делать, там, в коре кто-то советует, в керамзите, хотя я даже и в таких субстратах в закрытой системе не замачиваю свои растения. Но если вдруг вы совершили, да, вот такую вот ошибку, то здесь, конечно же, начнут гнить орхидеи, потому что это будет очень сильное переувлажнение. Особенно, если орхидея только после пересадки. Она еще этот объем не может впитать, поймите это. И вот из-за этого у вас не получается. Если сделаете все правильно, с минимальным поливом, но с хорошим освещением, у вас все-все-все получится. И ваши орхидейки будут вас также радовать, как мои меня. Посмотрите, вот это растение вообще, да, вот, любуюсь. Давно уже в этой посадочке. Так, не цепляться. Вот. Шикарная красотка в таком, получается, бокале. Очень красивая. Вот такая вот прекрасная. Точно так же я ее поливаю. Она, правда, немного на бок завалилась, да. Но я стараюсь вот так вот пролить ее, насколько это возможно. Так же водичка стекает, мох ее распределяет. И вот, да, утром поливаю, вечером смотрю, воды уже нет. Если есть, сливайте. И все, у вас все получится. Ваши орхидейки будут прекрасно расти в омхе, в стеклянных вазах. И все у вас замечательно получится. Вот такая вот красота. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч, до новых видео.